Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу! Приветствую всех, братья и сестры! Молитва за Израиль, за Иерусалим и молитва о реформации Церкви Православной и вообще всего христианства. Мне, как православному реформатору, действительно пристало об этом много говорить. Знаете ли, Бог призвал к этому служению, и я с великим удовольствием, с огромной радостью несу это служение пред Богом, потому что действительно это великая честь для меня, и радость, духовная такая радость, знаете ли, быть Ему угодным, быть в Его воле святой. Я думаю, что все христиане меня поймут больше или меньше, но каждый христианин, каждый верующий это осознает рано или поздно, в своей жизни, что наивысшее счастье и удовольствие, радость в жизни, радость жизни самой всей, именно действительно быть Ему угодным, быть в Его воле, это прекрасно, слава Богу. Чудеса и знамения сопровождают проповедь Слова Божьего, люди каются, исцеляются, освобождаются от бесов, из болезней. Ну что может быть прекраснее вообще? И знаете, вот среди этих тем, как раз вот я записал первую часть, как раз вот о молитве за Израиль, за Иерусалим, в частности, за столицу Израиля молимся, продолжаем молиться, вот именно в первую очередь даже о мире, Иерусалиму, мире с Богом, примирении с Богом. Это очень и очень важная тема, очень и очень важно, чтобы в Боге, во Христе Иисусе было примирение, было исцеление народом, слава Богу. В частности, и в первую очередь Израилю Божьему. Аллилуйя, слава Богу. И тема, вот среди этих тем молитв сегодня, и вообще в целом в моем служении, это молитва о реформации православия. И, ну, конечно, в первую очередь я молюсь о православии, вот, молюсь о своей конфессии, динаминации, как будем так говорить, да, значит. Но и также не забываю, безусловно, молитву о всех ветвях, так или иначе, всех ветвях христианства, всех направлениях христианства, о всей церкви вкупе, церкви Божьей, церкви Иисуса Христа. И о таких древних ветвях, и о молодых ветвях, порослях, и о надломленных, отломленных, завядших фактически даже порой, значит, ветвях, и о зеленеющих, пышно, и плодоносящих, знаете ли, о сведущих, обо всех ветвях. Потому что, действительно, для День Шляжа все тело страдает, и прославляет, для День Шляжа все тело прославляется. Молюсь, действительно, духовным пробуждением всего тела Христова, но приоритетна для меня всегда молитва о православии, восточном, именно, крыльях христианства будем договорить, фракции христианства будем договорить, еще можно так сказать, фракции. Вот, и, конечно, в утренних трансляциях... Так, сейчас, здесь еще сообщение. Так. Слава Богу, за ваше сообщение я очень дорожу этим. Пишите. Я получаю сообщение на... Сейчас, как называется это? Вайбер, WhatsApp. Некоторые просто как SMS-сообщение присылают мне, вот, на мобильные номера. Вот, и можете и просто как SMS посылать, но, в принципе, даже проще, вот, на WhatsApp или Viber. В WhatsApp и Viber у меня, значит, по номеру мобильному зарегистрированы, здесь, прямо на телефоне, значит, я поэтому могу, ну, стараюсь каждый день, не всегда получается, но каждый день стараюсь проверять эти сообщения, вот, и отвечать стараюсь тоже каждый день. Если сразу не получится, то уже тогда на другой день, допустим, или через день, но стараюсь в ближайшие дни отвечать уже. Вот. По крайней мере, молиться сразу молюсь, вот, если какая нужда приходит. Вот, поэтому пишите тоже. И номер мобильный, это тот самый номер, сейчас продиктую, который вы можете пополнять в России, и тем самым молитвенно участвовать в моем служении, и финансово участвовать в моем служении. Вот, то есть пишите сообщение, и вы пополняете этот мобильный номер. Так, это номер МТС, оператор называется. Номер, ну, код 915-780-48-74. Плюс 7 или 8, там как пишите. Я пишу обычно плюс 7, код России. 915-780-48-74. Вот, по этому номеру, вот, можете писать сообщение, смс, но лучше даже практичнее, на Viber или WhatsApp пишите. Вот, есть молитвенные нужды такие, допустим, там, об исцелении, вот, молиться. Есть порой свидетельства. На Viber присылают даже такие смайлики всякие, там присылают такие картиночки поздравительные. Вот сейчас с шаббатом, допустим, с субботы прислали сообщение тоже. Вот, уже не одно даже, слава Богу. Спасибо огромное всем. Шаббат шалом. Благоставляю всех вас. Вот, молюсь за Израиль, молюсь за Иерусалим. И, я уже сказал, да, выше, что одна из таких важнейших моих молитв, всегда приоритетных, на протяжении уже больше 20 лет, это о реформации православной церкви. Будучи православным реформатором, конечно, ну, у кого чего болит, тот про то и говорит, будем договориться. Или по-другому в Новом Завете еще сказано, намного красивее, конечно. Конечно, от избытка сердца, говорят уста, мое сердце переполнено любовью к православной церкви, в которой я уже, ну, являюсь уже больше 30 лет священнослужителем, да, значит, и первых 10 лет, около 10 лет, я был священнослужителем, значит, традиционной православной церкви, канонической, такой, не реформаторской, такой, самой, что ни на есть, традиционалистской. Вот. И слава Богу, уже больше 20 лет несу служение такое реформаторское, евангельское, обновленческое. Слава Богу, являюсь сейчас священнослужителем не канонической, а такой живой, реформаторской, евангельской православной церкви. Слава Богу. Вот. И, собственно, есть несколько тем для молитв. Я на утренних молитвах об этом буду говорить еще. И надо все-таки текстом набрать все-таки, потому что говорить словами-то одно, но многим, да и мне самому порой проще именно перечитывать эти вещи, как напоминание такой молитв. Вот. Тем более в преддверии, вот завтра, в традиционном православии, не реформаторском, еще не реформированном православии, а таком, к сожалению, деформированном православии, покров Пресвятой Богородицы отличается. Это большое недоразумение, и, в общем-то, я об этом буду говорить как раз завтрашней молитве утренней. Вот. Будем молиться вместе. Вот. Ну и сегодня вечером тоже планирую уже сделать трансляцию, также пробную буду делать трансляцию. Вот. Так что подключайтесь. Вот. Ну, по утрам, в 6 утра, как обычно, значит, в 6 утра подключайтесь на утреннюю молитву. Я буду делать так же, продолжать как в Киеве, так и здесь, в Петербурге, значит, включение с ночных молитв, но не уверен, что всегда будет получаться. Ну, посмотрим. Вот. Так же с хлебопреломлением, с причастием, с рассуждением о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И касательно реформации, то многие тоже вопросы задавали тоже и вот на вот этих мессенджера. И, кстати, на мессенджер еще можете писать, знаете, какой? Значит, на Facebook мессенджер можете писать. Тоже читаю сообщения, но там у меня три разных страницы. Я читаю сообщения регулярно на той странице, которая обозначена как архиепископ Сергей Журавлев. Вот туда пишите, пожалуйста. Хорошо? Потому что есть еще там дополнительная страница у меня Сергей Журавлев и Сергей Журавлев. Но туда я захожу реже, честно говоря. Времени не хватает уже, как бы, значит, и поэтому я туда реже захожу. Но стараюсь так время от времени хотя бы, ну, не знаю, хотя бы раз в месяц, но заходить туда, значит, проверять сообщения. А вот мессенджер, который вот на странице, где архиепископ написан Сергей Журавлев, он у меня прямо в телефоне. Поэтому, значит, приходят сообщения, я читаю, вот, значит, ну, по возможности не всегда, получается, отвечаю. Вот молитвы отвечают точно, сто процентов. Я когда прочитываю, даже, например, утром на молитве включаю, смотрю, ага, сообщение там, такая-то новость, такая-то новость. Даже если без просьбы обозначены там молитвенные просьбы, а просто новость какую-то мне прислали, я тут же молюсь. Где-то там землетрясение, где-то цунами, где-то что-то еще, где-то кто-то заболел, где-то какие-то трагические моменты происходят, общественно-политические трагедии какие-то. Я везде молюсь, сразу молюсь, значит, ну, не откладывая в долгий ящик. Где-то хорошее свидетельство об исцелении, о чудесах, то я воздаю славу Богу тут же. Вот, по возможности отвечаю. Вот, и касательно реформации православной церкви, конечно, молюсь сегодня, вот, о том, и завтра собираюсь молиться, также на утренней молитве, чтобы действительно люди обратились к живому Богу, к Спасителю, Господу. Чтобы вот эта истина евангельская, вот это исповедание веры апостольская, оно сегодня воссияло в обществе, в Церкви Божьей, в первую очередь, что ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Ведь им мы спасены и спасаемся. Слава Господу! Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу святому! Аминь! Из города Петербурга, с Черной речки, кстати, есть место, я напоминаю, место дуэли Пушкина и Дантеса. Вот, такое историческое место интересное. Вот, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Аллилуйя! Благоставляю всех вас!